Айо, what's up! Здарова всем, ребят! С вами Ял. Что ж, сегодня я покажу вам свой шкафчик в Fortnite. Я уже неоднократно его показывал, вроде как два ролика у меня есть уже на канале. Но прошло время, плюс вы недавно просили в комментариях, на стримах, показать шкафчик еще раз. И я неспроста сейчас нахожусь именно на этой вкладке, где у меня, собственно, все, что есть в шкафчике. Мейн вкладка шкафчика, потому что я вам покажу не только скины, но и бэкпаки, и кирочки, и дельтапланы, воздушные следы, эмоции, обертки, все, что у меня есть в шкафчике. Поэтому, ну, в каком-то смысле этот обзорчик будет уникальным. Надеюсь, мы вложимся в полчасика, может быть, часик, не знаю, посмотрим. Что ж, так что усаживайтесь поудобнее, берите там чаек, печеньки. Ну и у вас, кстати, будет очень важное ответственное задание написать в комментариях самые редкие скины, которые у меня есть в шкафчике. Ну или вообще любые предметы, не только скины. Вот, потому что я сам не знаю, я уже забыл, что здесь вообще можно считать, редким или нет. У меня вообще такое ощущение, что у меня редкого ничего нет в шкафчике. Ну что ж, ладно, давайте приступать. Начнем мы, естественно, со скинов. Заходим сюда, проматываем вниз. Ну и погнали с самого первого скина. Штурмовик со штампом. Ну, прикольный скин, нормальный скин. Вроде как он во второй главе появился. А почему нельзя менять стиль? Стоп, я помню, что можно было менять стиль именно вот этих всех, как бы, эмблем, цвет футболки и что-то еще. А уже нельзя. Ну ладно. Следующий у нас идет шерстяная дозорная. Это у нас лучший новогодний скин, я считаю. Самый лучший новогодний скин, самый офигенный. Ну, потому что вы сами все прекрасно видите, да? Выглядит он офигенно. Реально. Это мой любимый новогодний скин. Не буду врать. Вот. Дальше World Cup. Не знаю, если честно, конкретно вот эта моделька скина мне вообще не нравится. Она какая-то вроде бы женская моделька, вроде бы тоненькая, но это же гораздо лучше, да? Она же даже по виду. Ну, естественно, да. Вот эта гораздо тоньше, поэтому она гораздо удобнее. Вот. О чем я говорю вообще? Тонкие, толстые, да? Я в смысле удобство игры на скине, если вы не поняли. Это не особо удобный скин. Вот этого мужичка я помню, фермер. Я даже какой-то ролик записывал, блин. Что же это был за ролик? Типа фермер в Фортнайте или вроде того? Или, знаете, может быть, это какие-то кастомки были, когда появилась песочница в Фортнайте? С маньяком что-то связанное, может? Но это, кстати, довольно редкий скин. Слушайте, действительно, это, возможно, один из самых редких скинов. И сразу скажу. Наверное, я лучше немного ускорюсь. Потому что, если мы так будем сидеть, сколько у меня скинов? Пятьсот девяносто семь скинов. Вы прикиньте, сколько мы времени будем здесь сидеть? Давайте я буду просто обращать внимание на самые такие основные, которые мне действительно нравятся. Вот этот мужик, вообще не знаю, уютный Джонси. Ну, типа, обычный скин. Туфли прикольные. Хотите себе такие туфли белые? А? Не знаю, я вообще в туфлях не хожу. Это так, вопросы в воздух. Вы, наверное, тоже. Так, охотники за привидениями. Ну, интересно, прикольно, но такое. Чисто коллабный скин. Ну, не сказал бы, что за него много кто играет. Наверное, он тоже довольно редкий. Потому что, как раз, его мало кто юзает. Разведчица тропическая. Обычный. То же самое, что и в World Cup. Не знаю. Мне кажется, вот все скины, которые с вот этой моделькой классической, да, с первой главы, они, ну, скучные, неинтересные особо. По-моему, вот эта, это же та же моделька. Ну, да, да, да. Это та же моделька, просто с тако на башке. Вот это, я думал, что это будет мой мейн скин. Серьезно. Мне он очень понравился. И сначально, как вышел, это Талер. На него стиль, я не помню, сразу вышел или нет. Вот изначально он вот так вот выглядит. По-моему, потом уже на него вышел стиль. Или сразу, я не помню. Но вот конкретно вот этот стиль мне очень нравится. Я думал, буду мейнить этот скин. Но по итогу что-то как-то не зашло. Я вроде как поиграл, несколько роликов записал. Это когда мы хранилище, вот этот, по-моему, 13 или 12 или 13 сезон. Как раз тогда и добычество вышло. Это вроде сестренка Талера. В общем, скинчик классный. Не знаю, у кого есть. Напишите, нравится вам или нет. Это, кстати, тоже неплохой скин. Стрелок Брута. Появился он, по-моему, когда этот самый Брута появился, да? Ну, естественно, Стрелок же Брута. Вот это я не знаю, что это такое. Это рофл какой-то. Ну, это не скин, это рофл какой-то. Светлячок, кстати, блин. Я помню даже какой-то видос у меня был. Светлячок. Светлячок, где я за этот скинчик играл. Блин, ну на самом деле они такие крупные. Такие неудобные. Вот это, кстати, классный скин. Тонкий, потому что. Лучше он тонкий. Это у нас какой Джонси? Робинзон Джонси. Глава 2, сезон 3. Да, это вот как раз 13 сезон. Ромашка. Я помню, гонял на ромашке тоже много. Вроде такой неплохой, знаете, в сене посидеть, в кустах. Так, ладно, давайте буду обращать внимание на скины такие, которые отметились. Которые такие заначимые, типа. Так, ну вот это, кстати, прикольный. Меняет стили. Вот тут куча стилей. Если у вас, может, нет такого, можно сделать, смотрите, свой, допустим. Берешь вот так, оранжевый. Оранжевый. Ох, имба получается. И потом можно вот так вот менять, какой у него будет стиль кофточки. Вот этот самый классный, наверное. Так, и дальше у нас опять Колорадо Чуполины. Всякие NBA скины никогда не были мне интересны. Особо они мне не нравятся. Не знаю, как вы. Вот этот, на этом скине я, кстати, гонял. Это прикольно. Это, по-моему, вместе с аниме выходил. Кобра Кай, это аниме или нет? Нет, наверное, не аниме. Ну, очень прикольный скин. И стили у него, вот, кстати, вот в этом можно и погонять. Блин, слушайте. Плюс он сам по себе очень классно выглядит. Лицо классно нарисовали. Не знаю, мне нравится прям. Я бы такой, что добавил бы его в избранное. Ребята, давайте я буду добавлять в избранные скины, которые мне действительно нравятся. Если что, у меня нет прям суперлюбимого скина, вот, единственного. Вот мания отпечаталась, конечно, с первой главы. Мания такой киберспорт скинчик. В оригинале он вот так выглядит. Вот, у кого нет, будет в магазе, заберите обязательно. Просто 100%. Так, что у нас еще? Коробки. Естественно, сквадик коробочков все помнят. Если не помните, посмотрите видос, есть на канале. Вот этот скин, ребята. Видосик с Имморталиусом, где мы сидим в кустах и троллим противников. Нас реально не было видно. Потому что чисто зеленый скин в травке, в кустике вообще незаметно. Прикольная тема. И вот это, кстати, тоже с Эдисоном играли. Я видел недавно тикток, что в третьей главе кто-то точно так же повторяет такие же мемчики, как мы делали в первой главе. Блин, и они вроде как работают. Потому что новые игроки приходят и как бы они просто не знают даже такого. Ну и, естественно, добытчица. Все понятно. Кстати, мне гораздо больше нравится вот этот стиль. Вот это мой любимый стиль на добытчицу. Вот этот оригинальный, ну, такое. Не знаю, он слишком заезженный, мне кажется. Вот в этом стиле мало кто играет, но он гораздо прикольнее. Потому что мне нравятся кофты с длинными рукавами. Худи всякие, знаете, вот так, хоп, капушончик накинул. Вообще красава. Прикольно, интересно. Вот еще, кстати, чаечек взял. Чаечек. Приятного вам чаепития. Смотрите, какая у меня кружка. Лампово. Супер лампово у нас сегодня, ребятки. Идем дальше. Джонси. Джонси первый. Оригинальный скин с первой главы. Его добавили в магаз. По-моему, во второй главе. Добавили в магаз как платный скин. Это, конечно, забавно было. Но он должен быть у всех. Я считаю, он должен быть у всех. Потому что сейчас дефолты вообще выглядят по-другому. Есть Джонси, кстати, еще такой. С темной прической, да? Вот это, кстати, тоже прикольный скин. А что у меня этих Чапулин дохера? Мне их... А, мне их выдали, наверное. Мне их эпики, наверное, выдали. Спасибо эпикам, конечно, большое. Да. Они мне как автору, наверное, выдали, да? А, так, кто у нас тут еще? Вот это скин Косихи, кстати, если что. Кто-нибудь знает Косиху? Помнит Косиху кто-нибудь? Косиху! Да, его зовут. Вот это, кстати, его скин. Он его мейнит. АХС у меня тут есть тоже. Естественно, дедушка из кустов. Обязательно должен быть в вашем шкафчике. Сто процентов, ребята, у кого нет, ждите, когда выйдет в магазин и забирайте обязательно. Если вы не можете, кстати, донатить в Фортнайт, да? Вот не можете донатить, у вас нет вибаксов. Смотрите, у меня есть вибаксы. Вот, у меня есть. А у вас, наверное, нет. Но не переживайте, не переживайте, потому что у меня есть для вас очень хорошая новость. У меня есть свой бот в Телеграме, который поможет тебе задонатить в Фортнайт. Вибаксы, наборы, скины, батлпассы. Все, что ты хочешь в Фортнайте. Не переживай, все проверено лично мной, надежно и четко работает. Плюс ребята уже оставили огромное количество отзывов. Все подробности я уже рассказал в своем Телеграм-канале вот здесь вот, ссылка есть в описании. Обязательно залетай туда прямо сейчас и чекай закрепленный пост. Ну и покупай скинчики первым. Идем дальше. А что у нас вообще по скинам? Что еще интересного по скинам? Ну вот, есть, кстати... Вот это вроде довольно редкий скин. Потому что он с первого сезона. Сезон один. Это вот прям... Ну, по внешнему виду видно. Виду... Я правильно сказал? Вроде да. Что он такой, знаете, потрепанный с первого сезона? Яблоко раздора. Это вот когда начались войны эпиков с Эплами. Да. Да, они давали яблоко раздора. Вроде как тоже довольно редкий. Вот это один из моих любимых скинов. Яшма. Или Яшма. Не знаю. Он очень круто выглядит. Я даже не знаю, какой стиль лучше. Напишите. Зеленый или синий. По-моему, оба стиля прям кайфовы. Ну и вот, собственно, винки. Обрежи мое правое яйцо, пожалуйста. Да ладно, шучу. Это, кстати, тоже один из лучших скинов для периода Рождества и Нового Года. Частенько их юзают. По-моему, это тоже с первого сезона. Да, с первого сезона. Агент Рождества. Блин, какая же ностальгия, боже. Было бы прикольно, если бы в Фортнайте реально вернули первую главу с первой картой, с вот этой графикой. Просто как, знаете, как ивент. Вот было бы прикольно. Чисто на 24 часа, не больше. Вот чисто игра как будто бы превращается в самый первый Фортнайт. Это было бы, по-моему, максимально круто. И потом через 24 часа все. Опять все пропадает. Там какая-нибудь, я не знаю, черная дыра новая. Или там что-то в космосе происходит. Или опять какой-то метеорит падает, разрушает карту. Что она снова переворачивается и тут бац, и нам четвертую главу выкатывают. Вот это было бы реально топ. Кстати, вот это тоже, по-моему, довольно редкий скин. Он выдавался за какие-то там взаимодействия в сражении с бурей. По-моему. Я единственный раз заходил в сражение с бурей, просто чтобы забрать вот этот скинчик. Он мне понравился почему-то. Не знаю почему, я на нем почти не играл. Чип-хоп дог. Ну, кринж скин. Он, кстати, еще и без кепки есть. Просто лысая башка. Лысая сосиска в очках. Анимешники тут всякие у меня. Вот они такие прикольные. Баленсиага, you know. Баленсиага, фортнайт. Торговая точка здесь есть. Прикольно. Чисто мопс на торговой точке. Вот это тоже забиралось со сражения с бурей. У меня, по-моему, весь комплект есть вот этих капитан команды. Или не весь. Блин, недавно же вышел этот хэллоуинский. Надо будет забрать. Вот это редкий скин. Тоже с первого сезона. У него, кстати, вот такой стиль есть. Карась. Рождественский, между прочим. У кого есть рождественский карась? Сирена, кстати, очень популярный скин из-за Бенжи Фиши, по-моему. Вот. Она также есть. Вот такой вот нуар стиль. Не знаю, мне не особо нравится. Мне не особо такие скины нравятся. Тем более она на каблуках. Как-то, эх. На каблуках скины не очень. Кукуруза какая-то. Какой-то початок у меня здесь в шкафчике. Понятно все. Все ясно. Разведчик-специалист. Тоже с первого сезона, да? Да. Вот это неплохой скин. Соната. Это прям найсовый. Not bad, you know. Рождественская. Пряничная налетчица. У меня, кстати, очень много всяких вот новогодних скинов. Но у меня нет Ренегейт Рейдера. Вот Ренегейт Рейдер, она же точно такая же. Точно такая же, только, ну, в другом одеянии, скажем так. Вот у меня нет Ренегейт Рейдера. Наверное, он самый редкий. Один из самых редких. И он до сих пор не вернулся в Фортнайт. Вы прикиньте, он в четвертой главе вернется в магаз. Или в Батл Пассе будет Ренегейт Рейдер. Охренеть. Знаете, типа, у меня что-то такое предчувствие. Вы прикиньте, если реально так будет. У меня предчувствие, что начнется четвертая глава, и она будет называться что-то типа возвращение к истокам или что-то в этом духе. Вот почему-то предчувствие, что как будто бы вот Батл Пасс тоже будет, какие-то намеки будут на первую главу Фортнайта. Вот то, за что все полюбили его. Вот это, по-моему, скин Фирлеса. Фирлес есть такой ютубер, давно уже забил на Фортнайт, но у него были просто сумасшедшие просмотры. Ну, зарубежный ютубер западный. Я, кстати, из ру ютуберов мало кого смотрел, разве что, наверное, Лейна несколько видосиков смотрел. Вот, не знаю, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал реакцию на какие-нибудь видосы ру фортнайтеров, СНГ комьюнити фортнайтеров или стримеров. Не знаю, может быть, что-нибудь такое записать. Ну или напишите вообще конкретно, может, какую-то идею, что стоило бы сделать. Так, окей, а Луча, естественно, Луча. Как же без Луча, как же без Манграла в Фортнайте? Естественно, она у меня есть. Вот это, кстати, прикольный скин. Не знаю, мне он нравится. Он такой минималистичный, темненький, черненький. Стиль у него. А, кстати, тут еще что-то? А, вот так вот еще. Аниме. Аниме. Вот такое вот еще. Что это такое? Молчанка. По-моему, это сдавалось за какое-то... За какие-то задания, не? Не помню. Гейлыч, кстати, Гейлыч. Действительно. Морской волк. Это же Гейлыч. Скин Гейлыча. Ну, кстати, это же похож на него, по-моему. Так, Мара. Летняя. Есть летняя. Есть вот такая вот. Ух ты, нифига. Это, кстати, прикольно выглядит. Слушайте, она даже лучше этой выглядит. Это вообще... Она просто бесячий максимальный скин. Ребята, давайте 10 тысяч лайков на видос наставим, чтобы вот эту тварь, чтобы в боксах вот постоянно бы ваншотили. Вот эту падлу просто вот она запрыгивает в бокс к тебе. И ты просто ешь, сука, 200 с помпы. Вот ненавижу просто галимый скин. Вот не нравится даже тварь. Зелебоба даже лучше. Даже вот эта зелебоба лучше. У него даже куча стилей есть. Офигеть. Радужный. Осенний. Кстати, прикольно выглядит. Зимний даже. Вау. Березка зелебобовая. Еще и синий какой-то. Ё-моё. Так, что у нас тут еще? Вот это, кстати, костлявая леди. По-моему, это скин Доми. Вот реально, прям Доми. В нем гоняет. Блин, как бы хотелось камбэкнуть. Камбэкнуть Доми в игру. Эх, как же это сделать? Охрен его знает. Я не знаю. Вот еще один Гэлыч. Командор Гэл. Букву перепутали. Эпики. Пофиксите, у вас ошибка здесь. Киллер сюрприз. По-моему, вот этот скин выходил на Пасху. Пасхальный скин. А вот это, кстати, очень классный. Кибер-циклоп. Многие киберы на нем гоняют, потому что кибер-циклоп. Кибер-циклоп. Ключевое слово. Но он выглядит прикольно. Такой тоненький, прикольненький, маленький. Карась. Ну, естественно, легенда Фортнайта. Тут, как бы, у кого нет карася, у него вот 4 стиля. Кто не знает вдруг. Я думаю, что многие сейчас вот только, кто приходит в Фортнайт, многие даже не знают, что вообще, что почем, что как. Как вообще, что в Фортнайте устроено. Какие-то караси. Что за караси. Уже столько времени прошло, блин. Вот это, по-моему, скин Терри. Кто-нибудь знает стримершу Терри? Я сразу назвал почему-то это скином Терри. Потому что он очень похож на нее. Прикольный скинчик, кстати. Он, по-моему, редкий довольно. По-моему, он довольно редкий. Зубодробилка. Не знаю, когда он в последний раз выходил. Наверное, редкость скина определяется как раз вот временем, сколько его не было в магазе. Мне вот этот еще нравится. Босоножка. Крутой. Сижу просто тут, блин, каждый скин смотрю. Охренеть. Кейд. Вот тоже думал мейнить вот этот скин Аркада. Что? Они поменяли название? Они изменили название скина. Это был скин Кейд. Он назывался Кейд. Ну, это кринж, конечно. Что за стиль? Вот, блин, я бы хотел, чтобы у этого скина был стиль типа в шапочке. Вот эта кепочка дурацкая просто максимально прям тупая. Вот, блин, была бы шапочка вместо кепки и был бы стиль без куртки. Было бы прикольно. Или в какой-нибудь худи, знаете. Потому что мне очень нравится этот скин. Прикольно. Я тоже думал его мейнить. Так, что у нас тут? Летика. Прикольно. Боевой карась. Найс. Ну, Демо Горгона я вам что-то не показал сразу. Это очень странные дела. Я до сих пор не смотрел сериал. Классный, не классный, не знаю. Аксотль, естественно, со стилями. Вот тут стильки есть. Это ужас, конечно. Это тоже ужас. Но это прикольный. Терминатор. Тоже один из моих любимых, наверное, скинов. Что у нас еще? Что у нас еще? Винки. Думал его мейнить, но так и не мейнил вроде как. Это мне, кстати, из третьей главы. Вот этот скин мне очень нравится. Эйви. Прикольный. Вот это тоже у нас третий сезон. Элитный агент. По-моему, точно такой же скинчик давали за Twitch дропсы, да? Ну, короче, за коллабу Эпиков с Twitch. Первая самая она была. Такой же, только мужская версия его. Вот это прикольный скин Шарлотта. Тоже неплохой, мне нравится. У него даже стили есть. Мне кажется, без стиля вот этот лучше всего классика. Чисто по классике вообще лучше всего, да. Так, что у нас еще? Что у нас еще такого примечательного? Это у нас тут грязные лапки. Не нравится он мне. Федра какая-то. Это типа Хэллоуин? Ух ты, нифига. Нифига какая девочка интересная. Даже не знаю, откуда у меня этот скин. А, набор Мрачные Волны, понял. Собственно, Убивашка. Нифига прикольный. Блин, у меня столько скинов, которых я вообще ни разу не надевал даже. Вот в этом я играл, кстати, утиль. Это этот бомж-челлендж в Fortnite у меня когда-то был в первой главе. Прикольная тема. Знаете, надо челленджи возродить, блин. В нулевой высоте все челленджи надо повторить, попробовать. Ремастер поделать. Вот, один из моих любимых скинов в Fortnite, ребят. Вот этот. Вот это один из моих любимых скинчиков в Fortnite. Имба просто. Вот стиль есть в очках. Просто шикарный скин. Не знаю, я его обожаю. Просто вообще кайф максимальный. Также есть вот такая добычица из набора. Потусторонние легенды. Кстати, он, по-моему, до сих пор в магазе есть. Забирайте, если есть. Вот тут какой-то пацанчик. Еще какие-то вообще не знаю, что это за скины у меня. Сара Коннор, кстати. Да, это с Терминатором вроде как. Какой набор. Война будущего набор. Рик Граймс. Ну, это имба. Это из моего любимого сериала. В Fortnite я за него особо не играл. Может быть, один раз его надел. Я его взял чисто из-за моей любви к сериалу. Я просто обожаю этот сериал. И он прям очень классно здесь сделан. Прорисован. Еще такая эмоция. Шрам на щеке. Блин. Имба. Не знаю, я обожаю. Если вы не смотрели Ходячие мертвецы, ребята, вы многое потеряли. Реально вам говорю. Вот в этом скине, я помню, мы когда-то делали игры голландского. Я играл в этом скине, когда участвовал в играх голландского, по-моему. Вот в этом Зайце. Шестой сезон. Офигеть. Первая глава. Ну, тут всякие вот страшилки, страшуки. Ля какой стиль. Я даже не видел. Еще и жаба висит. Я только сейчас заметил, что у него жаба здесь висит. Вот это, кстати, тоже был очень редкий скин. Аниме у меня есть, кстати, да. Наруто есть. Наруто. Давно не было Наруто. Уже. Вроде бы. Вроде бы. Год. Два. Не знаю. В каком времени прошло, когда Наруто был в Фортнайте. Ну и мы приходим потихонечку. Приходим. Вот эти все скинчики вам показывать, да? Ну вот. Ну, просто гениальный скин. У всех должен быть обязательно. Сто процентов. Как только появится, забирайте. Вот. Второй. Наверное, второй топ-2 скин, который мне нравится в Фортнайте. Это Мишон. Опять же, из-за моей любви к ходячим мертвецам. Обожаю. Просто шикарнейший. Вот именно вот этот в мешке вариант. Тоже сидеть в кустиках, знаете, чилить в аренке. Вообще идеально. Я на нем турниры играл. И в аренку играл. Вот этот, кстати, мне тоже очень нравится. Это был в... По-моему, это было в подписке отряд Фортнайт. Тоже неплохой скин. Я только из-за этого и оформил подписку, по-моему. Мидас. Мидас. Летний Мидас. Блин, мы только половину прошли, ребята. Офигеть. Ну, я немножко ускоряюсь, как видите. Чужой у меня есть. Кстати, тоже очень, очень эпичный скин. Страшный, наверное, жесть. Вы прикиньте, такая дрочь выпрыгнет. Тематических скинов вроде бы немало у меня, да? Рождественские, хэллоуиновские какие-то, вот, караси всякие. Костяные бургеры. Что у нас дальше? Командир команды роботов. Легендарное событие в Фортнайте. Столкновение, да? Там, где робот против монстра. Я, кстати, был на ВК-фесте, когда этот ивент был. Я его смотрел на стриме у доми. Блин, шикарное время было. Вот это я вообще не знаю, что это за скин. О, аурум еще есть какой-то. Затворник с девятого сезона. Здоровяк. Вот такие у меня скинчики, ребятки. Ну, они, наверное, у всех у вас есть, да? Наверное, у всех есть эти скины. Желток вот этот. Еще у всех, наверное, все есть это, да? У меня даже редких скинов нет. Я что-то даже не вижу. Двойной агент хаоса. А почему двойной? Двойной агент. У него стили, кстати, вот такие. Прикольные, прикольные. По-моему, белая версия даже круче. Ё-моё, он реально шикарно выглядит. Такой прикидик. Золотые туфли. Вы заметили? Золотые туфли. Это покруче белых туфель. Так, что у нас тут еще? Вот это, наверное, тоже редкий водолаз. Седьмой сезон. Это вот я его скином Биошока называю. Скин из Биошока. Блин, надо Биошок перепройти. Офигенная игра. Печенька. Помню, Лазарбим играл на этом скине. Частенько. Пока ему не выпустили его скин. А, я тоже хочу свой скин. Было бы круто. Вот это тоже один из моих любимых. Это за... По-моему, это за подписку PS+. Вот, классный. Тоже добавляю в избранное. Один из моих любимых. Что еще у нас тут есть? Энергетика, естественно. Именно вот эта версия мне больше всего нравится. Вот такая вот энергетика. Кастомка. Все ее кастомка называют, да? Вот у меня из кастомок у меня энергетика. Я всегда такую темную беру, черненькую кастомку. Кайфово вроде. Тоже за отряд. Чужой. А, нет, это хищник. Я их вечно путаю. Чужой и хищник. Гэлыч опять. Ну, столько версий Гэлыча уже в Фортнайте. Охренеть, сколько вообще всего скинов в Фортнайте? Тысячи две, три, наверное, уже. Если у меня пятьсот девяносто семь. И то я сейчас вообще их особо не закупаю. Может быть, начиная с нового сезона, с новой главы, начну скинчики закупать. Что у нас тут еще? Разведчица, Гэлакси. Ну, кстати, прикольный скин. Я еще на максимум графики сейчас поставил в игре, чтобы у вас все скины максимально прорисованы, были красиво, все было, выглядело. Ну и панда-снайпер, естественно. Панда-снайпер, имба, имбища лютейшая. Баречку и погнал. А, вот, кстати, красный рыцарь. Он же тоже редкий вроде. С первого скина. Ой, с первого сезона. С первого скина первого сезона. Да. Королева Куба. Это уже из нового. Уже все из нового пошло. Козырь. Ля, какой костюм. По-моему, розовый есть, нет? Не, нет. А, это вот новая еще. Счастливая карта. Ха! Блин, вот это костюмчик офигенно выглядит. А, это же этот. День Святого Патрика или как? Так, Джон Уик. У кого есть? Замечательно. У кого нет? Ничего страшного. Есть еще вот такой. Вот этого все Джоном Уиком называли изначально. Душегуб. А потом еще и коллаба была отдельная с Джоном Уиком. Прикольный. По-моему, это как раз где-то девятый, да, сезон? Да, это девятый сезон. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Мы дошли уже до Marvel скинов. Найс, найс. Дошли вот это еще довольно редкий скин. Бойцовская гончая. Ну, такие скины обычно не юзают, знаете. Ничего крутого в них нет. Marvel. Собственно, Человек-паук. Собственно, Веном. Собственно, Тони Старк. Собственно, Росомаха. Из Эпицентра даже. Я на таком даже не играл. Ё-моё. Танос еще у меня есть. Мэри Джейн. Вот из всех Marvel скинов. Вот этот. Отмечаю сразу. Мэри Джейн. Вот этот самый кайф скин. Вот, ну, посмотрите. Ну, какой хорошенький, а. Ну, какой хорошенький. Ну, вы просто гляньте. Карнаж. Капитан Америка. Доктор Стрэндж. Ё-караны ты бабай. Ё-моё. Брут. Грут. Брут. Мрут. Веном. Мы. Веном. Это самый толстый скин, интересно? Наверное, нет. Ну, а вот это, глядь. Что это такое? Черная манта. Я не знаю, даже, что это такое. Это из DC что-то, да? Я не шарю вообще. Дэдпул есть. Блин, я помню, как я челленджи делал на Marvel скинах. А, вот это, кстати, тоже неплохой скинчик из Marvel. Джокер. У меня есть Джокер. Шляпки. Без шляпки. Собственно, в жилетке. В костюме. В костюме и шляпке. Конечно, мне... Почему он так смешно выглядит? Мафиозник. И он чем-то напоминает Некоглая. Я получил власть, которая... И неси... Ладно, проехали. Вот такой еще есть Бэтмен, который смеется. По-моему, это даже набор, да? По-моему, это какой-то там набор. Его вроде как можно отдельно даже купить. Еще куча всяких Бэтменов из Эпицентра. Не из Эпицентра. Какой-то классический. Какой-то там с Темного Рыцаря из фильма. Темный Рыцарь, кстати, серия фильмов про Темного Рыцаря, которую Кристофер Нолан снял. Вообще самая лучшая серия фильмов про супергероя. Вот именно по истории, по сюжету. Самое идеальное. Вот всем советую. Если кто не смотрел, Темный Рыцарь про Бэтмена с Кристофер Нолан снимал. Обязательно зацените. Звездные Войны. Не знаю, я не особо фанат. Я даже толком не смотрел все части. То есть я только вот, по-моему, первую. Первую и вторую, наверное. Ну и вообще мне сама вселенная не особо нравится. Ну, вы видите, вот просто лодка. Ну, вы поняли. Мандалорец. Да, кстати, тоже прикольная серия скинов. Вот! Самый толстый скин, наверное, вот этот. Он даже больше Венома. Ну, вы гляньте на это, что это такое. Нектарный крушитель. О, боже. Ну, реально здоровило огромное. Так, ну, пузырь, естественно. Это вот как раз начало второй главы, по-моему. Добавились. Это набором отдельным. Циклоп. Тоже прикольный скин. Мне нравятся, вот мне нравятся такие скины, которые вообще вот по форме, по своей форме не похожи на обычный, ну, на обычное как бы это тело, да? На обычную модельку. Тут вообще, смотрите, башка меняется. Хоп, другая башка. Хоп, третья башка. А, это даже стиль. Можно меняющийся, можно базовый, можно голова-пузырь. Прикольно. Ледяной карась, зимний карась. Так, дальше у нас идет Джонни Флэк Джекей. Прикольный скин. Я не знаю, когда вообще Джонни заколабился с Эпиком, я что-то даже не успел, ну, не понял, уже не успел понять. Лара Крофт тоже прикольный. Кстати, многие на нем гоняют. Многим нравится. И тут, кстати, тоже стиль есть. Вот это, что вообще. Просто низкополигиональный. Прикольно. Я на нем даже не бегал ни разу. Из Аркейна. Это у нас League of Legends вроде, да? Призрачные. А, эти лавовые серии. Вот такая вот у меня есть. Ренегейт Рейдер. Максимально приближенный к оригиналу. Я так считаю. Я обычно в нем гоняю. Дальше, естественно, все ютуберы, стримеры, всякие артисты. Трайвис Скотт. Наверное, один из самых популярных, популярных исполнителей, you know. Маршмеллоу. Трайвис Скотт. Нинджа. Лейзер Бим. Локлан. Everybody's here. Зачем вообще вот Неймар? Я не понимаю. Ну, какой Неймар? Ну, зачем? Ну, сам скин даже. Ну, что это? Ну, фу. Я, кстати, маршмеллоу получше даже. Женская версия. Белый вот такой. У-у-у, имба. Гранатки еще такие. Маршиноби анимешный. Ариана Гранде. Гарри Кейн просто. Я не знаю. Марко Ройс. Серьезно. Просто зачем вообще было это? Леброн. Ну, ладно, Леброн еще. Ладно, там в Фортнайте еще есть как-то что-то можно сопоставить там с баскетболом. Ну, блин. Вот это, ну, хз. Такое. Ребята, мы справились со скинами за 38 минут, да? Это у меня по записи сейчас 38 минут. Е-д-р-и-и-и-и-и. Собственно, вот, что у меня осталось в избранном. Предпочтение у меня остается вот этому скинчику. Не знаю, мне он что-то очень нравится. Ладно, идем дальше. Бэкпаки. Наверное, давайте просто быстро по ним пробежимся. Я вам просто их все покажу. Отмечу какие-то основные, да? Ну, прикольные. Ну, отвлекает внимание. Просто в основном я вообще никогда не юзаю бэкпак. Вот. Идеальный бэкпак. Кактус Джек. Идеальный бэкпак. Все. Ну, не бэкпак, а просто вот на спинке у тебя написано. Потому что, знаете, ну, они практически все очень сильно отвлекают внимание. Допустим, вот такую свинью повесил, а она у тебя вот это вот постоянно, да? Ну, и как играть? Во-первых, место столько занимает. Ну, это, конечно, крутой бэкпак. Знаете, на какие-нибудь битвы сетов. Хотите, чтобы сделали какие-нибудь битвы сетов? В Дискорде собраться, а? И битву сетов рубануть. Нормальная тема, не? Вот это вообще жесть. Просто эпилепсия какая-то на спине. Ну, вот прикольно, кстати. Вроде места не особо много занимает. Вот. Я помню вот это частенько юзал. Нормальная тема. Кубок какой-то. Чем-то, знаете, напоминает из Гарри Поттера вот тот, который в кубок огня. Который кидали все участники своей кандидатуры, скажем так. Кстати, когда коллаба с Гарри Поттером? Ё-моё. Fortnite. Гарри Поттер. О, тоже прикольная, кстати. Перчатка бесконечности. Вот такие вот у меня бэкпаки. Вот этот тоже огромный. Видите, аж в текстуру залазит куда-то. Плавник есть, акулий. Акулий-плавник. Чумодан какой-то с наручниками отстегнутыми. Ну, тут куча всего разного, всякого, такого, приколдесного, интересного. Почему-то это нельзя. Отображается только если используется вместе с... А, основатель, понял. Только с экипировкой основателя. О, это, кстати, тоже прикольно, ля. Ля. Как будто планета у тебя на спине. Вот это Гэлу надо штурвал закрепить у него на спине. Вот так вот штурвальчик, чтобы он таскал его всегда. Ну, что прикольного. Даже не знаю, что выделить интересного. Ну, вот, кстати, вот. Крышка с мусорного бака. Нормальная же тема, не? Наверное, один из лучших бэкпаков, не? Или вот это. Башка Джоунси. О, ля. Слушай, прикольный бэкпак. Я даже не знал, что у меня такое есть. А это что? Собака какая-то. Блин, я бэкпак. Я сам даже это все не видел. Осьминожка какая-то, е-мое. Баленсиага. Плащи, кстати, вот плащи вообще, наверное, не в тему. Не нравятся мне плащи. Сердечко. Вот, прикольно. Даже стиль есть. О, тут даже подходит, смотрите. Вот такой хвост, наверное, повешу себе. Вот эти ребята еще. Банан. Ну, тут, в принципе, все понятно, наверное, да? Пингвин какой-то, тоже первый раз его вижу. Черепашья штук, стрелка. Какой вообще лучший бэкпак? О, он у меня даже в избранном. Утка и подсолнух. Утка и подсолнух, все. А что у меня даже что-то в избранном есть? А, глянь, так у меня все есть уже в избранном, давно. Ну, так, кстати, прикольнее, что я не обратил внимания. Пистолет. О, вот. Вот это бэкпак. Маленький, спокойный такой, знаете. Ну, глянь, на волосы прям. Скотчем на волосы налепил. Нормально. За воздух держится все. Ну, в принципе, вот как-то так. Это бэкпаки. Кирочки. Естественно, звездный жезл. Легендарная кирка. Давайте я сразу вам просто избранный. А, у меня одна кирка в избранном. Ну, а это вот моя любимая кирка. Я всегда с ней гоняю. Не знаю, самая удобная кирка ever. Кармельная кайло. Давайте покажу вам просто самые такие. Вот это прикольное. Ломик обычный. У него, кстати, есть много вариаций. А, вот эта штука в ушах колупаться. Далее, что, что еще, что еще. А, вот я вот с этой, кстати, бегал. Баленсиага кирка. Прикольная, неплохая. Просто тапок. Вот это норм. Тут же, знаете, еще в чем момент? Удар. Айрон. Частенько вот с такими кирками бегают. Которые, типа, знаете, ну, небольшие. Вот лопата тоже. Вот, чтобы они были такие аккуратненькие, знаете. Я, кстати, вот не особо люблю вот такие кирки, типа, одноручные. Или те, которые вот с двух рук нужно юзать. Я их вообще не люблю. Вот, типа, там, топоры какие-то с двух этих. Вот, вот такие кирочки. Мне не особо нравятся вообще изначально. Они как будто бы какие-то неудобные, как по мне. Вот, собственно, все мои кирочки. Быстро вам их все показываю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот тут есть у меня еще паучья бита. А, кстати, у меня еще есть. Во, бита Харли. Это же вообще. Это же все школьнички. Все школьнички хотят биту Харли. Ребят, как только будет в магазе, забирайте. Вот, одна из моих любимых кирок, точно. Вот, многие ее недооценивают. Ну, не то, что недооценивают. Вот это, кстати, Левиафан. Многие киберы с ней бегают. Она одноручная, но она норм. Из одноручных, наверное, вот это самая лучшая кирка. Ну, и звук у нее неплохой. Да, прикольно. А мне очень-очень вот это нравится. Это из Гарайзена. Копье Элой. А вот, собственно, вот такие кирочки. Вот это еще норм. Просто палка. А, есть же вообще, вот, есть вообще просто палка. Посох. Ну, это прям вообще кастомная. Это прям кастомная кирка. Она, в принципе, довольно удобная. Это этого, серфера, по-моему, да? Идем дальше. Дельтапланы. Любимые, я сразу показываю, которые у меня в избранных. Вот этот зонтик, я всегда на нем летаю. Это зонтик Джона Уика. Просто черный зонтик, который там за какой-то, что-то за Джона Уика, по-моему, давался. За какие-то здания. Вот это нормальный гиперборд. Вот это классная тема, кометка. Потому что ты, как бы, стоишь на ней, когда летишь. Вот это карасья штука иногда. Ставлю себе. Хотя на вот этом я вообще не летаю. Не помню, что на нем летал. Есть же еще, подождите. Есть же еще, мне нравится. Ракета, по-моему. Ну, у меня тут много всяких. Как видите. Какие-то птицы. Ё-моё, астральный ворон. Это что такое вообще? Я сам в свой шкафчик, блин, не заходил. Уже сколько времени. Ух ты, ё-моё, из Матрицы Страж. Едерит. Но он огромный. Он полэкрана занимает. Дельтаплан тоже самое основное. Это, ну, чтобы он был маленький, аккуратный. Чтоб ты мог осмотреться. Куда ты вообще лендишься. Чтоб ты знал, как бы, куда ты лендишься. Потому что, блин, ну такой, как этот спрут огромный. Он, типа, полэкрана занимает. Вот, вот это мне нравится. Бомболет. Нормальная тема. Такое еще есть. Пылающая мандала. Собственно, следы воздушные, наверное, вас не особо интересуют. Но у меня их тут до хрена всяких тоже. Как видите, и новогодние, и какие-то такие, и такие, и всякие. Я их вообще не юзаю. Ух ты, красиво, конечно. Блин, красиво. Тут туалетная бумага даже есть, ребят. Можно сразу, знаете, в лобби вылетел, обратно залетел. Все, подтираешься, летишь. Автоматически. Собственно, ну, поняли, да? Эмоции. Тоже, не знаю, вам нужны. Нужно их вообще показывать, нет? Я говорил, что я все покажу, поэтому я вам все показываю. Трэвис Скотт эмоция. Всякие тут отрывы. Лазербим эмоция. Ну, блин, я вам так все и не покажу, наверное. Сколько у меня эмоций? 810 эмоций. Ёпт. А давайте просто избранное посмотрим, что я в избранное добавил. Chicken Winged, понятно. Renegade. 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 Окей. Щелчок Таноса. Рукопожатие. Вот это, кстати, прикольное. Это у нас недовольство. Прикольная эмоция. Тут у нас одобрение. Тут у нас показывает, что все. НТ, братик. Походка Бигфута. Не знаю, что здесь делает вообще. Естественно, если нужно успокоить двух киберов, на этот случай эмоция. Ну и приветствие, естественно. Вообще, по эмоциям еще... Что мне нравится, кстати? Что можно такого выделить? Это их миллиард. Ну, точнее, 810. Ну, в общем, вы поняли, да? Я не знаю, кстати, вот эти штуки кто-нибудь юзает? Всякие граффити. Всякие... Вот эти штуки, что ты выбрасываешь. Типа, как эмоут. Прям маленький. Обертки. Все, следующие. Идем. Обертки. У меня есть избранные. 7 избранных оберток. Ну, вот это кайф. Мне нравится вот эта обертка. Просто потому, что в кустиках не видно твою пушку. Оранжевая есть. Вот такая. Вот эта, кстати, очень прикольная. В 10 сезоне она появилась. Матрица, кстати. Вау. Крутая обертка, кстати. Зимняя. И из Гарайзена. Я не знаю, почему я именно эти выбрал. У меня 200 оберток разных. Просто вам и так это их покажу. Не буду прям каждую клацать. И экраны загрузки. Сколько? 319. Ё-моё. Боже, сколько там вообще художников. Эпики сейчас только этим и занимаются. Они все рисуют. Рисуют скины, рисуют обертки, рисуют экраны загрузки. Кто вообще юзает эти экраны загрузки? Они бы же, мне кажется, поставили бы просто рандомно, типа, когда у тебя экран загрузки, просто чтобы у всех всегда рандомно было. Кто-то всерьез покупает себе экран загрузки? Вот эти флаги тоже. ФЗ никогда не юзал. И музыка. Кстати, а сколько у меня музыки? 79 треков. Ё-моё. В принципе, на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я что-то сомневаюсь, что кто-то из вас вообще досмотрел. Но если вы досмотрели, не знаю, напишите в комментариях. Я досмотрел. Или какой-то комментарий, и потом я досмотрел, например. Будет очень приятно посмотреть, очень сколько людей досматривают видосы. В общем, да. На этом все, ребят. Большое спасибо еще раз. Вот такой вот у меня шкафчик Fortnite. Честно сказать, я не знаю его стоимость, но это далеко не дешевый шкафчик, скажем так. Еще раз большое всем спасибо. Всем удачи. Поставьте лайк, если вам понравилось. И пока.